Участники форума «Цифр» тоже здесь. Очень радостно видеть большое количество знакомых лиц, коллег, особенно системы образования. Впервые, наверное, на форуме подобной тематики, подобного уровня мы заданем вопросы развития системы образования. Ни для кого не секрет, большинство всех сфер жизнедеятельности нашего страны на сегодняшний момент перестроены на формат работы, реализации национальных программ и проектов. И здесь, конечно же, ключевое значение и ключевую роль в социально-экономическом развитии нашей страны, конечно же, влияет реализация национального проекта образования. В зале сегодня здесь в большинстве конкретные сферы, которые занимаются и системой управления, и системой содержания, и кадровой подготовкой. Но отравдно видеть сегодня здесь коллег партнеров из бизнеса, которые начинают включаться в этот процесс, начинают разворачивать тот свой опыт, который есть в решении других промышленных, технологических задач, задачи, связанных с развитием сквозных технологий, особенно цифровых технологий, и практик применения их в сфере образования. Сегодня я хотел бы поговорить в большей степени не о структуре национального проекта образования, я думаю, с ним все уже знакомы, это 10 федеральных проектов. По большому счету, это сегодняшний момент один из самых масштабных национальных проектов с точки зрения задач, поставленных государством к решению. А сегодня хотелось бы поговорить как раз-таки более ближе к тематике форума, это цифровые технологии, каким образом цифровые технологии начнут влиять на развитие системы образования. Акцент в большей степени, конечно же, мы будем говорить сегодня о больших данных, потому что ни для кого не секрет, и все уже знакомы, есть федеральный проект, который посвящен цифровой образовательной среде, и для понимания в контексте национального проекта образования данный федеральный проект является практически ключевым проектом и сквозным проектом, который связан перекрестными точками, как контрольными точками, так и мероприятиями для остальных федеральных проектов. И не только федеральных проектов в составе национального проекта образования, но очень важно, что у нас огромное количество связующих элементов, связующих мероприятий, это в контексте национальной программы цифровой экономики Российской Федерации. Мне бы хотелось представить сегодня наших модераторов, огромные слова благодарности, кто присоединился, нашел время приедать в Иннополис. Кубарик Александр Михайлович, директор Центра компетенций и бизнес-решений Иннопрактика. Кожевников Михаил Юрьевич, президент управления компании и просвещения. Севцкий Андрей, директор по направлению кадра и образования анонс-цифровая экономика. Семенова Наталья Владимировна, министр образования и науки Ульяновской области. Гельманова Эльмира Равильевна, директор по развитию компании «Мазгрупп». Медведева Наталья Константиновна, директор регионального центра информатизации и оценки качества образования в Ульяновской республике. И Александр Толгов, управляющий директор языковые инновации, более всем знакомый Грэнд Скайф. Что я принимаю отметить? Как мы уже говорили, я уже в своем случае сегодня коротко, задачу, представал. Есть федеральный проект «Цифровая образовательная среда». У целевого проекта, в принципе, у цифровой образовательной среды у нас есть две глобальных, будем так говорить, целевых установки. Первая целевая установка – это, конечно же, ориентир на создание равных доступностей качественного образования для всех обучающихся, для всех наших прекрасных приведейших, которые обучаются как в сельской местности, так и в крупных мегаполисах. И для нас главная задача – использование цифровых технологий по доставке вот этого качественного образовательного контента. Другой вопрос – кто из себя представляет качественный образовательный контент? Это сегодня тоже, я думаю, будет время подискутировать на эту тему. И вторая главная целевая установка, которая сквозным образом сегодня предопределяет нашу беседу – это, конечно же, большие данные. Это управление системой большими данными, когда большие данные, каким образом они собираются, каким образом они интегрируются, каким образом они анализируются и на что они влияют. Сегодня хотелось бы, видите, здесь в зале, еще раз повторюсь, управляется в сфере образования, и те, кто непосредственно занимается разработкой содержания образования, а также подготовкой кадров. Хотелось бы вот как раз таки побеседовать на эту тему – что за большие данные, каким образом ими управлять, и как они влияют на как раз таки развитие содержания, на развитие, инфраструктурное развитие образования, а также, конечно, на кадровую политику. Вот в таком контексте по регламенту выступлений я предлагаю нашим коллегам это до пяти минут, и все вопросы от зала мы специально оставим время и договорились со спикерами, что активно готовы сегодня будем отвечать на вопросы от зала. Для начала слова хотелось бы предоставить группой компании, которая действительно является на сегодняшний момент на нашем, будем так говорить, образовательном пространстве, образовательной среде, держателем не только содержать, но и многих инфраструктурных форматов работы. Здесь, конечно же, это компания просвещения. Харубевич, предлагаю вам стартовать нашу дискуссию. Я попробую тогда задать смысловое направление всей этой дискуссии и обсудить тему, а, собственно говоря, зачем образование цифровизации, что, собственно, это даст такую дополнительную ценность получит общество, получит каждый ребенок, если мы проведем цифровую трансформацию образования, вернее, не если, а когда мы проведем цифровую трансформацию в систему образования, как это будет выглядеть новый мир, новая, если вы видите закон бизнеса, цепочка создания стоимости в системе образования. И начну с того, что потребителем итогового системы образования является рынок труда, и вообще целью образования человека и целью, вообще, наличия системы образования государства является формирование того рынка труда, который будет развивать экономику с одной стороны, с другой стороны поддерживать государственную основу, то есть и воспитание, и образование, и формирование кадрового потенциала, это является такими двумя столбами системы образования для того, чтобы у образования появились четкие и понятные задачи, нужно сначала увидеть рынок труда и понимать, как его прогнозировать, то есть что будет с рынком труда в стране через 5-10 лет, потому что вчера мы были на арке, и сегодня много говорилось о том, какие профессии у нас на сегодняшний день в 10-10, что нам не хватает, какие компетенции надо наращивать, что, в общем, безусловно, чувствуют многие у нас экономики, но бизнес живет таким образом, что нужно все считать, нужно считать затраты, нужно считать объемы, нужно считать выгоду, которая, так сказать, получится, потому что любой цифровой или не цифровой проект, он начинает двигаться вперед, развиваться только тогда, когда затраты ниже, чем потенциальные прибыли. Поэтому первая задача в достижении цели централизации образования – это формирование такого странового запроса на кадры с прогнозом на приятное, как минимум. Тогда уже будет понятно, как настраивать систему вузовского образования, систему дополнительного образования, и к этому уже будет адаптироваться система предпрофессионального образования, среднепрофессионального образования и сама школа. Потому что пока у нас есть определенные сложности, как с формированием перехода и со школы в вуз, так и с формированием такого плавного и, понятного, перехода из вуза на рынок труда, очень большие потери. А потери для государства означают то, что государство вкладывает в систему деньги, а эффект желаемый не получает, или не получает, или не получает, или не в том объекте. Поэтому цифровизация, она сделает образовательную траекторию каждого человека прозрачной, должна сделать. Как говорили сегодня коллеги на предыдущей сессии про медицину, такой же цифровой след будет оставаться и у человека в процессе его развития образования. Что, безусловно, даст ценность и каждому отдельному человеку, и будет влиять на его трудоустройство, и на его оплату, и на его развитие, и ценность в стране в целом. Как уже сказали, в основу нас проекта положены как раз три основных блока. Это инфраструктура, содержание и обучение. То есть нужно создать инфраструктуру для обеспечения работы с цифрой. Нужно создать новое содержание, которое было бы переведено в понятный цифровой формат и выводило бы те самые смысловые целевые показатели, которые измеряются на каждом этапе перехода с одного уровня образования на другое. Потому что вторая особенность цифры – это то, что все можно мерить в режиме реального времени. То есть вы можете обеспечить уровень знаний или уровень компетенции через постоянные оценочные процедуры, которые с использованием цифровых технологий будут гораздо проще, дешевле и, самое главное, могут быть массовые. Собственно, задача – получается три единые. Мы должны создать инфраструктуру, определить новое содержание и соответствующие оценочные процедуры и научить всех участников системы с этим работать. И просвещение, как группа компаний, которая работает во всех трех направлениях, сейчас как раз и прорабатывает все возможные мостики, связывающие через цифровые технологии, через структурированные данные, все действия, которые совершаются в образовании с точки зрения их оценки затрат, как временных, так и финансовых, и с точки зрения получаемого результата. Фактически задача – научиться управлять тем самым образовательным результатом, который мы хотим сформировать как итоговый на каждом уровне образования. И решив эту задачу или хотя бы начав решать ее постепенно, мы уже увидим и тот потенциал с точки зрения нового, новой ценности образования и те возможности для оптимизации затрат, которые на сегодняшний день находятся. Вот я думаю, так это все выглядит глазами бизнеса. – Хорошо, спасибо большое. Позиция со стороны бизнеса более-менее теперь понятна, то, как выглядит вектор развития системы образования. Действительно, и сам национальный проект образования в сегодняшний момент построен, ну, так называемый, в коробочном формате, когда совокупно три составляющие должны привести к определенным результатам и достижению определенных целей, которые нам установлены в соответствующем стратегически важных документах. В этом соотношении, конечно же, это, ну, в первую очередь, мы говорим о содержании, говорим об инфраструктуре и говорим о кадрах на специалиях системы образования, так и, собственно говоря, подготовке кадров для экономики в целом. Потому что в составе национального проекта образования, не только школьного образования, да, там целый федеральный проект, посвященный и профессиональному образованию, и экспорту образованию, и уж тем более важно непрерывному образованию, что, собственно говоря, впервые ставится. Сегодня бы хотелось бы все-таки акцентировать, конечно, в большей степени внимание на большие данные, что же это за большие данные, каким образом они должны, и опыт ли они влиять как раз-таки на содержание, как содержание самого образования, так и, собственно говоря, на контекст управления системой образования. Сегодня у нас есть здесь коллеги из регионов, и мне бы хотелось как раз-таки предоставить слово министра образования и науки в Яновской области. И в данном случае, Надя Владимировна, вот все-таки вопрос, как бы позиция представителей бизнеса, одного из игроков системы, да, и одного из игроков рынка, она уже, ну, как-то сейчас была озвучена. А вот все-таки вы непосредственно человек, который на сегодняшний момент управляется на территории определенного субъекта Российской Федерации, да, и все-таки вот у вас какой запрос, вот, ну и запрос, и, наверное, в большей степени ожидание, чего вы ожидаете от цифровизации, от применения цифровых технологий, каких цифровых технологий, и вот действует на сегодняшний момент опыта в Яновской области в этом отношении. Добрый день, коллеги, добрый день, Евгений Александрович. Огромное спасибо, что гостепременно оказали создавал нам для обсуждения действительно важных вопросов. Если говорить о цифре в образовании, то я думаю, что для кого-то уже не стоит как вопрос, это факт, это реальность, которая не может не быть. И в этом смысле мы в регионах, я, например, своего, скажу, что столкнулись сразу с проблемой. И проблема вот в чем, если дети готовы к цифре в образовании, то педагоги не все. И в этом случае мы понимаем, что должна быть серьезно пересмотрена подготовка педагогов для современной школы, для того, чтобы современный учитель мог работать в цифре. Если курсы повышения квалификации на региональном уровне, субъект способен как-то пересмотреть, то те стандарты, по которым обучаются в педагогических вузах, ну, прежде всего, они требуют действительно серьезного анализа в контексте цифровизации образования. И хорошо понимая, что теперь у нас два министерства, с которыми мы и самим, и с дарами достаточно плотно и тесто работаем, мне кажется, здесь вот такой межведовственный серьезный совет должен быть образован для того, чтобы изменить и подход, и содержание в подготовке современного учителя. Без этого движение, ну, успешное, так сказать, оно вряд ли возможно и возможно быстро. А в серьезные изменяющиеся условия мы понимаем, что этот процесс должен быть достаточно быстро. Это первое. Второе. Я думаю, что у Яновской области не единственный регион, который использует достаточно известные платформы, такие как, например, сетевой город. У нас это уже на протяжении нескольких лет. Есть известные достаточно платформы Яндекс. Мы очень дружны с этой компанией. И Яндекс.Лицей, и Яндекс.Учебник. Это действительно те ресурсы, которые устраиваются в систему образования региона. И у нас достаточно и профессиональные, и дружеские отношения выстроены в сайте сообщества. У нас создана ассоциация учителей информатики. Говорю пока только про учителей информатики, поскольку это та категория, которая максимально приближена к цифровизации. У нас есть совместные проекты. Нам и содержательно, и финансово помогает IT-бизнес. И несколько вернусь назад, к началу своего короткого выступления, когда я говорила о подготовке кадров, мы в регионе попробовали разделить курсы повышения квалификации между двумя вузами. Предметную область касаемо информатизации, цифровизации взял на себя технический университет, который наиболее компетентен в этой предметной области. А педагогический вуз оставил за собой психолого-педагогическое и медиатическое сопровождение. результаты, на наш взгляд, достаточно неплохие, потому что, как итог, это итог подготовки детей самих по предмету, в частности, информатика. Если, например, в прошлом году у нас количество девятиклассников, выбиравших по ОГЭ предмет информатики для сдачи было 1000, то в этом году 2300. То есть интерес к данному предмету через иные подходы учителей, которых мы провели через курсы и технического университета, и через взаимодействие с IT-сообществом, оно действительно дает положительные результаты. Для региона нашего это очень важно. Нас губернатор Сергей Иванович Мороз серьезно, что внимание теряет заходу различных предприятий, в том числе и зарубежных, где требуется знание на достаточно высоком уровне программирования. Поэтому для промышленного региона выбор детей информатики это принципиально важно. И поэтому я, наверное, обращаюсь от региона к Министерству просвещения в честь вот это пожелание и как-то выстроить отношения к Министерствам науки и высшего образования. Спасибо. Спасибо большое.